С награждения ряда сотрудников администрации и образовательных учреждений городского округа Электрогорск 4 апреля в актом зале администрации началось очередное оперативное совещание с участием руководителей предприятий и организаций, а также силовых и надзорных ведомств. За достигнутые результаты по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области в 2016 году, Министерство финансово-морковской области объявляет благодарность финансово-экономическому управлению администрации городского округа Электрогорск. Аплодисменты За высокий уровень организации и проведения избирательной кампании по выборам членов молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Электрогорск. Почетной грамотой главы городского округа Электрогорск награждается председатель территориально-молодежной комиссии города Электрогорск Шубаева Анастасия Владимировна. Представлять не надо, она у вас и красавица, и умница, и профессионал. Спасибо за работу, за старания, но на самом деле молодежное парламент, чтобы не повторяться, это как раз наша молодежь подрастающая, которая сегодня приобщается к политике, к ответственности, к серьезным моментам в жизни и на работе. Поэтому всем без исключения благодарны. А вам? Почетной грамотой главы городского округа Электрогорск награждается член территориально-молодежной комиссии города Электрогорск Чилинцев Виталий Витальевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодежь у нас толковые виды, креативные виды, молодцы, спасибо за работу, так же, молодцы, поздравляем с вами. Знаграждается директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 14, Каткова Ольга Витальевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже у нас молодой, перспективный руководитель, спасибо за добрую инициативу и за старое. Спасибо, обратно. Занеститель директора муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 16, Каткова Екатерина Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 14 Лукьянов Владимир Сергеевич. Спасибо за работу и за ответственное подходе и инициативу. Спасибо. Награждается председатель молодежно-участковой комиссии номер 1 Праскина Елизавета Александровна. Награждается председатель молодежно-участковой комиссии номер 2 Горшкова Дарья Алексеевна. Награждается председатель молодежно-участковой комиссии номер 3 Матюшина Татьяна Сергеевна. Награждается заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения лицей Грязнов Павел Олегович. Павел Олегович, особое слово благодарны, потому что на самом деле очень большое внимание уделяет нашей молодежи, молодой гвардии. Просто ребята, и не только с лицей, а всей молодежной политикой, да, и поэтому спасибо за старание. На прошедшей неделе работа электрогорского филиала компании ТСК Мосэнерго традиционно строилась с учетом возникших аварийных ситуаций в системе тепло- и водоснабжения в ряде домов, а также плановых мероприятий. За прошедшую неделю по тепловым сетям устраняли утечку Ленда-23 по холодному водоснабжению на отключение в связи со спросом здания Гармаркса-6 и Эрмаркса-8. И по канализации делали плановые промыкты Хрожановского 1А, 31-32, Калина-13 и 21-2-16. Тем не менее, проблемные моменты в работе организации, а также оперативное реагирование на них, стало темой дальнейшей дискуссии по данному вопросу. По поводу просадок грунта, доставки, выведения работы, какие-то меры принимали, но там, где была просадка цифровой песком, это на Гармарксово-35 у нас было, значит, там еще ряд. Вот Некрасово-34 со вторника Сергей Игоревич Карасев в курсе, по-моему, возил даже до Брышина на Некрасово-34. Ноль реакции. С Крыжановского-30 горячую воду прокладывали, все просело там вдоль плит, которую... Хорошо, Горького-2, где канализацию вы пробивали зимой, машины ваши напроваливались, наразмывали между колодцами. Глаз в режим, да? Советская-12, жалобы продолжаются. Горячая вода в жилые дома приходит ненадлежащему качеству. Где какие адреса? У нас одни и те же адреса, Советская-32. Советская-32, знаете, там в обслуживании. Давайте просто набирайте, посядьте, посядьте, посядьте. Да, может, из вас тут разбирались. Четверг-пятница, директор ГРЭС приезжал, вам все некогда приехать, телевизор смотрите. Прибор учета Жукова-19. Сколько об этом уже говорили? Виталий, это касается не только ТСК, это касается всех. Те оперативные мероприятия, которые можно сделать сегодня, погода позволяет, да, после зимнего периода, необходимо реагировать. И оперативно. Или Добрышин может быть спит в одном сапоге, не доводит информацию, по Некрасову на самом деле и звонки были мне, и на почту главы отправляли. Ну, можно подсыпать. Мы всегда за разумную работу. Еще раз, это касается всех, без исключения. Если нужно подготовиться, асфальтные работы какие-то серьезные, нет вопросов, но жители видеть должны реакцию нашу, чтобы мы не оставили без внимания ту или иную проблему. Пришли, поговорили со старшими по домам, значит, с жителями, закрыли этот вопрос или определились по срокам, когда мы их сделаем. Разумные сроки и качественные работы. УК «Ленком» производила аварийные и ремонтные работы в ряде домов. Особое внимание компания уделяет уборке внутриквартальных дорог города. Отвечали Крыжиновского действия на прошлой неделе, в полном горячей воде проводили ремонтные работы. Также на прошлой неделе проводили встречи с жителями. Это 10 домов, где в этом году планируется провести капитальный ремонт. Понимание есть? Да. Провели разъяснение, какие работы будут, как это будет происходить. Ну, конечно, единственная одна просьба, чтобы это все было максимально быстро и в летний период, чтобы на осень, когда дождь и снег начинался. Все это услышали, люди все разъяснили, все информации. Вот. И провели еще ряд вопросов, которые сейчас будем отрабатывать. Там где лавочек, скамейки поправить и прочее. Провели субботники два, в среду и в пятницу. Вот что касается среды субботников, то, конечно, мы рассчитывали на мусор, который будем собирать, чтобы будет много. Но вот, в частности, два адреса, как особо запомнились, это Советская 32, за домом, который дорогой идет в 14-й, в полном 14 километрах. Там только по одной дорожке собрали 15 мешков бутылок, только за одним домом. Ну и, как оказалось, это еще немного. Вот на Ленина мы проводили субботник у одного дома двухэтажного. Собрали столько мусора, что пришлось даже машину мусорозящую заказывать и грузить, потому что невозможно было вывезти одной портой. Уборка закрепленной территории должна производиться в рамках дополнительного графика. Такие рекомендации были даны в рамках оперативного совещания. Уделите особое внимание контейнерным площадкам. Ветер, который был буквально вчера, значит, много мусора по городу, это раз. Во-вторых, необходимо план график составить, значит, петлярный на контроле, план график ремонта существующих. И еще раз, значит, согласовать с Ляльным совместно, значит, и вы должны представить информацию о благоустройстве новых площадок. Без происшествий прошла неделя в электрогорском филиале компании Мособлэнерго. На прошлой неделе занимались работами по опиловке приема в Комсомольске. Занимались плановой профилактическими ремонтами, работами по очистке опор вдоль морозных дач, приемкой узлов учета при включении новых абонентов. И занимались также по очистке АЛУ-3 по подстанции. В общем, делали ревизию. Практически осталось выполнить доземление и нарастить один капель. Уже занимаемся... И вокруг них мусор. Да не только мусор. Я могу сказать, вот, классовно 36-я расписанная, вокзальная расписанная, ну, еще ряд подстанций. Вот. Ну, мы сейчас занимаемся. График предоставим сегодня. Мы согласовали. График. Уборки, покраски, ну, закраски вот этих всех мест. И связываются с нами и опортом. Вывоз снега, уборка улиц, ямочный ремонт дорог. Вопросы, которые составляют повестку дня МБУ «Дорожное хозяйство» и благоустройство. На прошедшем день я работаю согласно муниципальному заданию и намеченному плану. Значит, основное. Основные направления – это вовоз оставшегося снега, чтобы не образовываться в сложной проезжей части. Также уборка смета при бордированной части. Ну, и, соответственно, в этой вшивке мусора в огромных количествах. Значит, на прошедшую неделю совместно с отделом транспортной и дорожной деятельности провели встречу с инициативной группой автомобилистов в состоянии дорог и по лучшеэкспективным ямочным ремонтам. Ну, консеренцию найден, обещали выйти даже на субботник. Если будет от них разумные инициативы и достаточное количество людей, да, желающих принять участие, мы тогда будем просить для них отдельное место и премию участия вместе с нами. Ремонт дорожного покрытия – главный вопрос, который в организации не должны оставлять без внимания. К работе Павла Посадского филиала компании «Мосавтодор» есть вопросы. Компания приступила к ямочному ремонту основной магистрали нашего города, но работа еще не завершена. Уже пробили колеса автолюбители наши, поэтому будут выходить в суд с претензией на «Мосавтодор». И еще раз самое главное, Нина у нас здесь? Да, да. Нина. Еще раз просьба. Значит, мне до конца дня график, когда они к работе приступают. Еще раз, это касается ингу наших всех дорожников. Но если вы начали подготовку, вы спланируете, когда будет асфальт. Посмотрите прогноз погоды. Когда реально, сколько нужно жителям потерпеть? Это вы справитесь за неделю или за дверь. Если, грубо говоря, на эту нужную неделю, дайте объявление в газету, дайте в СМИ, значит, в наших, я не знаю, в интернет-ресурсах, что уважаемые автолюбители, просьба потерпеть там 3-4 дня, асфальт начнем ложить в столик-то, закончим тогда-то, тогда-то. Но нормальное уважение ко всем, к жителям, к автолюбителям, потому что мы сами на машинах ездим, ко всем без исключения. А когда мы расколупали, извините за выражение, что потом можно там до совершения аварии, и потом еще без знаков аварийных, да, предупреждающих, и потом еще и 2-3 недели, и 2 месяца соображаем, когда мы это будем делать, согласовываем. Ну, это ж неправильно. И, честно говоря, мы каждый раз наступаем на одни и те же граждане. Управляющие организации города ТСН Ухтомского-9, Витязь-22 и ЗАУ Сахару приступили к весенней уборке закрепленных территорий. Жители одного из подъездов, на котором мы обсудили предстоящий ремонт подъезда, и приедем их порядок. Тушническое состояние сетей было в полном порядке, в полном порядке. Мелкая авария была на полнедельной устранить, и начали составлять акт весенней. Составляем дедомы, это будет ближайшая работа на этот период. Обстановка для района в целом нормальная. Готовите к субботнику. Контейнерная площадка убирается ежедневно. ЗАУ Сахару было рекомендовано в оперативном порядке рассмотреть вопрос выделения территории под детскую площадку. В курсе ЗАУ Сахару, что планируется установка в вашем районе губернаторской площадки в курсе. Значит, просьба эту информацию озвучить. Жители должны знать, что делается, и в том числе при поддержке правительства. Поэтому посмотреть, чтобы прислали эскиз. Мы утвердили два эскиза, значит, губернаторской площадки, уже под этими эскизами подписались. Вам необходимо некую рекламу провести, и чтобы жители знали, что за летний период будет установлена детская площадка в таком-то районе, а вы должны продумать уже, подсказать какие-то разные нюансы рабочие, и взять на контроль. МУПДЭС в штатном режиме осуществляет контроль исполнения муниципальных контрактов. Баня работал согласно расписанию. Все пожелания жителей на встрече с главой были учтены, исправлены. Далее осуществляли контроль по исполнению муниципальных контрактов. Основные замечания – это смет, восстановление бордюрного камня и восстановление асфальтового покрытия. Просьба с садом-технадзором, с нашими коллегами, дорожников, управляющих компаний, пассажиры должны быть все, торговый отдел завтра, проехать по городу, особое внимание уделить подготовке к 9 мая субботника. Еще раз, и потом целеволюбовый день обсудить какие-то нюансы, рабочие моменты. Расстановка ответственных людей. 9 числа еще раз официальное постановление есть. Еще раз напоминаю, в 10 часов встречаемся, администрация во главе всего этого мероприятия. В 10 часов возле физкультурного комплекса «Лидер». В рабочей форме, красивый, нарядный, с хорошим настроением. Погода, мне кажется, нам шепчет шикарную погоду. Поэтому выходим на субботники и наводим порядок, готовимся к праздникам. А объезд должен как раз дать результат, где уделить таким участкам особое внимание. Особенно внимание уделить нашим общественным местам. Организации было рекомендовано взять на особый контроль вопросы производства земляных работ. Александр Николаевич, все адреса, которые перечислил я, где просадки грунта идут, и подготовить технадзор, передать на контроль. Да, мы его направляли. Еще раз посмотрите на контроль. Александр Николаевич, еще раз, у нас практика одна, и она должна быть правильной. Объехали, поставили задачи, разумные сроки, потом контроль. Если компании или частные физические лица, неважно, не реагируют, тогда уже принимаем меры. Наша задача сделать дело, а не наказать. В отделе потребительского рынка провели совещание с предпринимателями. 29 марта провели совещание с предпринимателями на зеленом кодексе и на предоставлении отчетности с прощением с отходами. Также 31 марта принимали торговые сессии ярмарки под Москвой, правительства Московского округа. И работали с предпринимателями по субботнику. Много грязи тоже и мусора возле наших торговых объектов, поэтому есть над чем поработать. Готовьтесь к объезду и максимальное внимание. Внук порядок и ритуал готовятся к субботникам. В прошлой неделе подсчетку площадь мы начинали вычислить. Сейчас будем снять внутрь вокруг, там будет потрас, стоимость, рула, таяль, а так все будет хорошо. Расследование работы в статном режиме, все вопросы в очень порядке. К субботнику, друзья, тут все равно готово. Идем в лодку в ближайшие прилегающие территории. Хорошо, Михаил Васильевич, продумайте, если вам помощь нужна, чтобы вы там у нас не отшельники были. Потому что особое внимание нужно уделить кладбищу и на областном субботнике. И усилить, чтобы Михаил Васильевич своим коллективом там не умирал на своей территории, в хорошем смысле этого слова. А нужно оказать содействие максимально. И распределить, может быть, сотрудников администрации, или других предприятий, может быть, наших учреждений кого-то усилить. Вы подумайте по объему, почему. Поэтому 1 мая праздник большой, Пасха. Плюс потеплело. Сейчас жители пойдут убирать на могилках у своих родных и близких. Поэтому там необходима вам подмога наверняка. Многофункциональный центр в очередной раз расширяет спектр услуг. На прошлой неделе центр работы в штатном режиме оказывало 862 услуги. Готовимся к субботникам. По информации Мингосуправления Московской области, по двум государственным услугам реализован сценарий получения госуслуг по одно посещение МФЦ. Это касается услуги по выдаче разрешений на перевозку пассажиров легкового такси и выдаче охотничьих билетов. Действия, если коротко говорить, примерно таковы. Заявитель регистрировался на портале госуслуг Московской области и подает заявление посредством портала, прикладывая сканы документов. Документы напрямую попадают в министерство. Министерство рассматривает пакет документов и принимает положительное решение либо отказает. Если принято положительное решение, информация поступает в МФЦ. Курьер забирает результат, вызывает заявителя. Заявитель приходит в МФЦ, предъявляя все оригиналы документов. Если все сходится со сканами, значит получает результат. Информацию о текущей работе лечебного учреждения города представил главный врач Николай Суворов. Другой больницы 169 человек пациентов, значит, дневная стационарь 101, круглосуточный стационарь 101, дневная стационарь 68. Принято обращение за 25, значит, поступление на госпитализацию тоже 25, вызов скорой помощи 55. Значит, квартал полисминициализации закрыли на 21%, то есть отставание на 4%. Значит, в четвергах планируется у нас ежемесячное совещание. Северный совет будет проводиться с медсестрами в больнице. Так все в полном порядке. Илья Ромич, оказаться действием в субботнику готовимся. Николай Савченко, поэтому инвентарь людей настроит на нормальный лад. Понятно, что вы все умные, грамотные и занятые. Но за вас никто не наведет территорию порядок. О мероприятиях в сфере культуры, спорта и молодежной политики отчиталась начальник отдела Лариса Карапетян. Учащаяся в музыкальной школе Титула Сохни приняла участие в открытом конкурсе эстрадной музыки учащихся ДШИ и ДМШ. Павла Фарсадского методического объединения в городе Илья Муделева и стала лауреатом первой степени. 28 марта в музыкальной школе состоялся праздник посвящения танцоров. 30 марта преподаватели музыкальной школы принимали участие в областном методическом семинаре музыкальной школы имени Искринова. В библиотеке оформлена книжная выставка художника сибирской хвапки, 173-летию Сурикова, а также выставка календарных знаменательных дат и литроворсток «Мир, труд, молодых». Хотелось бы отметить еще, что с 30 марта по 2 апреля в Орловской области прошел чемпионат среди мужчин в категории 94 кг. Наш спортсмен Кахан Егор занял 5 место из 19 и выполнил результат на мастера спорта России. Мы Егора поздравляем и всех наших ребят, творческих коллективов. Спасибо за работу. Информацию о работе образовательных учреждений города представила начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова. Во всех общеобразовательных учреждениях города проходит акция «Здоровье, двое богатство». 30 марта на базе металлического центра состоялось подведение итогов городского конкурса молодых педагогов, молодых учителей «Признание». Победителями стали в номинации «Лучший открытый урок» Панкова Ирины Евгеньевны, учитель начальных классов школы номер 16, «Лучшая презентация» Пчелинцев Виталий Витальевич, учитель физической культуры лицей, «Лучшая металлическая разработка» Бедова Полина Дмитриевна, учитель английского языка школы номер 14. 1 апреля, в пятницу, состоялась акция «День встречи птиц», развешивание скворечников, подготовленное предприятием «Кроношпан» и подведомственными подшипными учреждениями. Хотел бы поблагодарить «Кроношпан», вы знаете, что у нас зародилась добрая традиция, она уже не первый год, и мы для наших пернатых устраиваем праздник, да, жилье, коттедж, можно сказать, индивидуальное жилье, поэтому на самом деле большое дело делается, и оно самое главное – доброе для детей и для нашей жизни, да, поэтому спасибо всем за старание, «Кроношпан» в отделе своего благодатности. Отдел социальной защиты населения работает в штатном режиме. Информацию о работе подразделения представил руководитель электрогорского ОСОЗН Владимир Морозов. Занимаюсь начальником комбинационного группа, также ведем прием документов на доплату в качестве взносно-капитального ремонта, по вашему поручению включилась работа по ветеранам, подготовили списки, ответственная от нас будет Андреева Наталья Николаевна, будем выезжать, смотреть, ну, исследовать все потребности. Начали месячные парковки для инвалидов, здесь я хотел бы обратиться ко всем предприятиям, предпринимателям, на территории которых есть знаки парковка для инвалидов, привести их в порядок, но для жителей, и хотел бы сказать, что с сотрудниками ГИДБДД мы будем патрулировать, ввести разъяснительные беседы. О текущих мероприятиях отдела опеки отчиталась Светлана Федорова. 28 марта состояло заседание Межведовской комиссии по включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа по обеспечению жильем за счет средств бюджета Московской области. По результатам комиссии 5 детей были включены в список. Трое из них в 2018 год и двое детей на 2019 год. На прошлой неделе был выявлен ребенок, сирота, родители умерли. В настоящее время ребенок переведен в семью полных лет. О надзорных мероприятиях отчитался руководитель территориального отдела номер 13 Госадомтехнадзора Кирилл Гальченко. Напомню, что в первой половине апреля обычно акцентируется внимание на содержании территории, в том числе, в первую очередь, хозяйствующих субъектов, их прилегающих территорий. Вторая половина апреля мы тоже будем смотреть, как идет состояние по работам, по приведению в порядок по ограждению хозяйствующих субъектов, по ремонту детских игровых площадок, элементов. Ну и уже, наверное, в конце апреля необходимо будет начинать работы по ремонту фасадов. Что касается уборки содержания территории, я уверен, что в Электрогорске немало неравнодушных жителей, которые примут в этом участие. И просьба управляющих компаний, в том числе, сакцентировать эти усилия и на бесхозных территориях, а не только на дворовых территориях. Ну, я думаю, что это будет тоже правильно, потому что бесхозная территория всегда является на таком достаточно проблемном местами. Благоустройство территорий городского округа Электрогорск – вопрос, на который было рекомендовано обратить внимание всем руководителям. «Огромная просьба, да, управляющие компании, ТСЖ, наши, СНТ, ТСН, значит, просьба, понятно, что многие выходят в субботу с коллективами, это понятно, но те жители, которые у нас там, или ветераны, или там молодые семьи, просто не работающие, постарайтесь максимально привлечь, выйти на территорию и поубирать. Я хочу сказать, что если люди хоть раз в год выйдут на субботник, то потом уже меньше соблазна, или, значит, сделать пакости, или там намусорить в своем дворе или в городе. Это вот однозначно. Поэтому старший по домам, и не старый, отработает, посадите кого-то ответственно, чтобы прозвонить всех старших по домам, у нас их не так много, да, и вот эту работу нужно постепенно, но поднимать на более высокий уровень». Кража автотранспортного средства, а также видеокамеры, системы видеонаблюдения о правонарушениях и преступлениях в городе проинформировал присутствующих замначальника электрогорского отдела полиции Федор Зайкин. «Продолжаются дачные кражи. Также на этой неделе в черте города был зафиксирован факт кражи из дачного домика имущества жителей города. На этой неделе совершена кража автомобиля на улице Кражановского, а по камерам видеонаблюдения была установлена машина сопровождения. В настоящий момент проводятся все необходимые оперативно-расходные мероприятия. Хотелось бы отметить, что также была совершена кража камеры из системы «Безопасный город» на улице Кражановского, дом 10-11. Благодаря совместным усилиям лицо, совершившее данное хищение, установлено в совершенном преступлении, он признался. Проводится следствие. На этой неделе было продолжено выявление административных правонарушений на улицах города. Составлено 32 административных протокола за различные правонарушения. «Безопасный город работает. Он не гарантирует 100% безопасность, но как элемент, один из направлений, который помогает нам в осуществлении безопасности и нашего имущества, и наших семей, наших ребятишек, наших родных и близких. И в том числе уже неоднократно есть положительные эффекты от нашей совместной работы. Поэтому необходимо жителей, чтобы понимали. И будем в этом направлении работать. Это касается в том числе и руководителей предприятий, которые еще не задумались о этой работе или слабо работают». Наведение порядка на территории. Таким призывом главы города было завершено оперативное совещание. Наведение чистоты и порядка на своих территориях. Мы готовимся наводить порядок и поддерживать его в рамках общеобластного субботника.